денис приветствую тебя привет привет большое спасибо что смог найти время подключиться обсудить ситуацию технически всегда интересен твой взгляд на рынок и твой способ принятие торговых решений я же со своей стороны с позиции фундамента также дам несколько комментариев относительно того что мы в моменте видим на рынках наверное главная идея которую сейчас стоит отметить это тотальный рисков сброс всего что имеет отношение к риску вчера даже фондовый рынок сша который долгое время был особняком сохранял восходящий тренд несмотря ни на что даже он дрогнул и и снг фактически скорректировался с максимальных уровней которые мы это видели там выше 4 450 пунктов до текущих значений до текущих уровней 4372 пункта я сразу хочу сказать что если друзья среди вас есть те кто покупает фондовый рынок и ориентируется на то что snp как индикатор широкого рынка сможет достичь новых максимум я поддерживаю вашу точку зрения потому что действительно так тренд в целом остается восходящим и очень многое будет зависеть от джексон холла от того что будет сказано джеромом павлом руководителем директор резервы на следующей неделе он лайнер банковского форума и конечно же он будет комментировать перспективы американской денежно-кредитной политики с учетом того что у нас сейчас есть плане новостном я почти уверен то что фид резерву в этот раз как бы не хотелось сейчас рынку заложиться под словом этой монетарной политики под то что фрс начнет и уже скачать сокращая программу количественного смягчения я думаю что решение об этом все-таки будет отложено на более поздний период этого года при самом оптимистичном раскладе это моя субъективная точка зрения фрс и не пойдет на решение которое предполагает отказ даже пусть и частично от программы количественного смягчения вот сейчас когда снова все говорят о рисках ковидного характера эта тема живее всех живых и какой бы мы регион сейчас не стали бы рассматривать нам придется в этой плоскость того сколько там какое там количество заболевших какая динамика какие меры могут быть приняты в этих регионах чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции так вот а по штатам вот сегодня когда готовился к своему брифингу аналитическому статистика ну прям страшная за последние сутки количество летальных исходов больше тысячи человек это одни из самых рекордных показать то есть фактически ежечасно количество умерших превышает 50 страшные цифры поэтому я уже как бы с оглядкой назад прекрасно понимаю и допускаю что он джером пау его по моему первое выступление будет как раз в четверг а если у нас с тобой пройдет стоит следующая встреча я думаю что как раз в четверг может быть обсудить что там есть по джексон холлу что что интересно и что в принципе ожидается так вот я думаю что пау коснется темы того что нисходящие риски еще просто колоссальны то что сейчас очень трудно оценить влияние к вида на американскую экономику при таком новостном фоне раскладе я не представляю как он может после этого сделать заявление о том что мы решили начать сокращать программу количественного смягчения вот начиная с сентября либо октября давай графиком на что бы хотелось обратить внимание сегодня валюту мы с тобой часто рассматриваем да и целом тоже можно коснуться эта тема нефти на вы трогали уже проект и сейчас нисходящем тренде и пожалуй рынок нефти это один из самых лучших индикаторов а вот текущего отношения текущих ожиданий относительно мирового экономического восстановления сегодня бренд активно распродает причем накануне вышли данные по запасам которые показали что снизились и в нормальных условиях на этих данных могут можно было бы вырасти но в этот раз этого не случилось потому что весь даже маломайский позитив сейчас нейтрализуется негативом связаны с тем что при текущих темпах роста количества заболевших вот эта тенденция ухудшения ситуации вокруг к вида мировая экономика очень сильно пострадает и это приведет к соответствующему падению спроса на углеводороды кому интересно можете изучить ситуацию в китае где закрыты практически 75 процентов провинции уже многие порты не работают китай это 5 процентов мирового товарооборота и если ближайший месяц экономику не откроет то считайте что минус три процента от общемирового потребления углеводородов за счет китая будет сразу срезано индия кстати продает свои статистические резервы потому что понимать что спрос на утренем рынке нету из-за ковидной ситуации хочет начать зарабатывать хотя бы сдавая в аренду те производственные мощности помещения которые есть это тоже важный индикатор который должен заставить оптимистов пересмотреть свои ожидания касательно рынка нефти поэтому сейчас я предлагаю здесь работать по тренду на мой взгляд предсказуемый котировки по бренду 6720 традиционно давайте рассматривать сегодня коснешься ему и ставить на то что бренда уйдет полномерно 65 долларов за баррель потенциально может быть даже ниже так европейская валюта против доллара сейчас снижается опять же текущий сброс евро это то что трейдеры не хотят рисковать и мы видим из-за этого повышенный спрос на защиту но доллар часто воспринимает но практически всегда все кроме меня качестве защитного актива я понимаю что когда даже валится американский фондовый рынок нужно хоть во что-то переложить деньги доллар реально пользуются сейчас просто мы индекс доллара мы видели накануне достиг там превысил уровень 93 есть 93 40 что касается европейской валюты я предлагаю также в рамках текущего тренда допустить возможность еще большего снижения как минимум на спекулятивном фоне того что скажет джером павловых резервов на следующей неделе то есть есть еще полноценная неделя чтобы пошатить евро там сельми в районе 1 15 почему бы не 170 пунктов вполне реальное ожидание если участники рынка продолжат покупать доллар на ковидных рисках как единственный защитный актив который сейчас присутствует можно было бы сегодня смотреть канадский доллар потому что я канадский доллар кстати один из двух рисковых активов которые я еще покупаю вместе с фунтом в расчете на то что публикуемая макроэкономическая статистика должна повысить шанс на то что регуляторы этих стран будут действовать более оперативно но я сегодня все таки наверное остановился на двух идеях вот по нефти евро доллару потому что нефть влияет на канадцы тоже поэтому в целом наверное даже не буду торговой рекомендации если у тебя есть технический взгляд видней ситуации канадцы было бы на конечно и не словно тебе передать так хорошо взял экран ключа так замечательно значит смотрите по поводу нефти значит по нефти собственно ничего не менялся абсолютно еще с вебинара который проект понедельник проводил открытый и ожидал снижение как минимум вот этой ближайшей зоне на самом деле зонами не очень нравится по причине того что она всего лишь построена с помощью двух маржинальных контрольных зон но при этом все таким у нее в него попадает также еще и нижние опционные границы рынка что все-таки немного и усиливает здесь реверс недельные уровни и месячная граница тоже находится здесь же есть хоть и не сильно прям контрастный но все-таки присутствуют крупные бои лимиты вот но я при этом не исключаю еще движение к стратегическому уровню ниже то есть вот где он находится вот раз уровень фактически здесь диапазон между ними то есть вот этот диапазон по моему взгляду он является более сильным вот и пока ну нефть я покупать честно абсолютно не готов здесь нет смысла в данном случае плевать против ветра потому что ты уже правильно сказал сейчас опять-таки начинаются геополитические риски опять коронку раскручивают не только у нас везде и следовательно остальные валюты пока что будут против бакса валится я не думаю что это прям так уж на долго все это будет на фоне всеобщей вакцинации особенно и очень ускорение потому что она все-таки принудительная хочешь не хочешь придется делать там либо разными окольными путями так что нефть да я думаю действительно она еще будет падать пока не готов сказать насколько сильно возможно 61 с половиной возможно в районе 63 где-то стопорнется то есть здесь пока свободное падение и кроме уровней особо не на что обратить внимание сразу логичный конечно к ней рассмотреть и канадский доллар по канаде здесь ситуация такова что сломали паттерп перекрытия но это в принципе ожидаемый был вариант и об этом говорил еще в понедельник тоже потому что здесь слишком долго затянули по времени накопления всегда очень пристально наблюдая за моментом фактора времени потому что если фактор по времени затягивают накопление при перекрытии предыдущего сегмента очень часто это означает что цена идет в обратку на обновление того экстремума с которого это перекрытие началось в данном случае это как раз максимум максимум в районе 28 10 плюс-минус пару пунктов поэтому я считаю что цена может на запасе скорректироваться вот примерно с этого профиля здесь же и зона продавцов находится там чуть-чуть буквально до него осталось скорректироваться в зону покупателей текущую самую ближайшую которая также является по совместительству еще и ключевым накоплением всей текущей недели вот видно красный гистограммный столбик горизонтальный и отсюда уже движение на переходе 28 10 либо 28 80 это еще из старых экстремумов взят уровень по опционам у нас здесь явно видно что огромнейший просто перекос в сторону полов это естественно в перевернутом виде то есть хлик страйки посмотрит это будут очень крупные путы перевернутом виде экспортовым котировкам применительно это как полы причем здесь перекос в два почти что в два с половиной раза то есть следовательно ожидает движение вверх и здесь против ну такой статистике мне плевать совсем не хочется поэтому здесь коррекцию с этой области не дали ну что ж тогда вам работать на дальнейший добой вверх подстраиваемся под рынок что касается евро евро я сейчас не трогаю по причине того что у нас во-первых в районе самой такой близлежащей поддержки она здесь начинается 1.17 вплоть до 1.16.80 здесь нету как такого вообще реакции на покупки то есть реакции покупателей поэтому я считаю что здесь могут так вот вряд ли импульсом скорее так медленно долго нудно спускаться ниже 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 как минимум контроля маржинальной зоне потому что именно сюда попадет у нас нижняя граница такого расширенного точнее это основной нижняя граница основного канала просто такого крупного мощного вот это у нас пока укладывается форму коррекционной волны с дневного графика то есть на дневном тайме там ничего не менялось видно в какую сторону был тренд вот на четырехчасовом очень долго и нудно размазали на весь текущий год такое размашистое движение сделали поэтому здесь нижняя граница однозначно у нас реакцию какую-то дадут в районе 1.16 мы будем следить за тем насколько сильная будет эта реакция потому что сюда попадает у нас еще и реверс на месячные уровни по опционам вот и в целом очень классный диапазон очень сильно у меня он был как самый дальний дальше там уже падение на самом деле гораздо ниже идет там уже в район 1.15 находится следующий вообще 1.13.5 поэтому туда я особо не загадываю по опционам каких-то перекосов здесь явных нет поэтому более-менее сбалансировано так что я больше предполагаю учитывая то что все-таки индекс доллара мы с тобой прошлый четверг как раз о нем говорили о том что нелогично выглядит здесь разворот и ожидая добой в район 94 плюс минус потому что диапазон очень размашистая если быть по уровням то здесь 94.30 это только стартовый уровень поэтому вполне логично что евро хотя бы на 1.16 здесь может сходить соответственно канада добьет вверх ну а нефть она самая такая геополитические инструменты всех и следовательно может какую-то реакцию там дать коррекционно от этой зоны но опять-таки это будет чисто как коррекция на разворот какую-то серьезную пока еще не смотрю ну либо же 61.50 здесь только по реакции смотреть потому что дать абсолютно бесполезно опять-таки кто-то что-то скажет там новая статистика там все совсем плохо у нас все и снова обвалится поэтому я сейчас вообще никакими лимитами не работаю только подбираю по рынку там где есть действительно для этого условия спасибо тебе за твою точку зрения все было интересно соответственно мне кажется рассмотрели сейчас точно одни из самых наиболее активных подвижных интересных инструментов как покажется я рынок это будет ясно и известно уже под конец недели и к нашему следующему с тобой эфиру тем более что следующий эфир если опять же у тебя будет возможность собраться в четверг будет приправлен как раз этим симпозиумом джексон холли по моему четверг это и первый день это выступление и соответственно четверг первый день который будет открываться на речи у джерома паула денис хорошего тебе закрытия недели классных выходных и когда увидимся на следующий уже пока до скорых встреч пока пока